ну давайте начинать так у нас прошлый раз был с вами обычный автокодировщик но не только обычно потому что подавляющий сокращающий так далее так далее сейчас мы с вами пройдем еще один вариант автокодировщика хотя на самом деле это можно сказать что это в каком смысле другая модель потому что вариационный автокодировщик однако отдельная тема вот и соответственно посмотрим и увидим что он действительно в каком смысле более умный по крайней мере латентная пространство которую он получает нам понравится перед тем как к нему перейти давайте ну сейчас зададим некую парадигму того что мы хотим от генеративных моделей нам бы хотелось иметь некую некую нейросеть я вот так вот изобразил сейчас станет понятно почему который на вход мы даем какой-то шум то есть вот например нормально распределенная многометно и на выходе она порождает ну например фотографию котенка зачем зачем на вход давать шум вопрос почему просто она не будет порождать фотографию котенка зачем какой-то мусор давать на вход ну потому что мы хотим чтобы на разных котят порождал правильно сделать это просто тупого котенка это просто но мы хотим как бы чтобы она порождала разных котят поэтому она должна что-то разное уметь подавать на это разное да порождать разных котят поэтому вот как раз мы думаем что наши котята например как нормальные распределенные где-то здесь вот и соответственно разные точки отсюда даем и надеемся что тут будут разные котята проблема как это осуществить да то есть как заставить вот эту самую нейронку ну это мы сейчас знаем что это можно делать через нейрон как бы из шума получать этих самых котят ну есть разные варианты то есть мы еще будем говорить об условной генерации это когда мы не просто даем шум а еще некую информацию дополнительную ну например шум и как бы информацию что и хотим именно котенка порождает котенка шум и собака порождает собачку и так далее то есть мы еще указываем кого породить или например то же самое то есть это тоже условный генерации мы даем черно-белую фотографию котика она нам встанавливает цветную вот тоже некая генерация да потому что она создает эти самые цвета причем мы ее ограничиваем то есть тут мы ограничиваем тем что нам нужен кот а здесь мы ограничиваем что нужно раскрасить именно такую вот фотографию как можно было бы сделать генеративную модель вот смотрите предположим у нас есть автокодировщик мы его обучили то есть мы подаем на вход котика и получается котик а значит вот эта его правая часть похожа на то что у нас было на предыдущих слайдах то есть вот сюда можно что-то подавать и он нам мирует этого самого котенка но если вы обучите автокодировщик и попробуйте ему подать на вход мусор то вдруг увидели что никакого котенка не получилось хотя вроде на нормальной дата сети обучались там были котята допустим в большом количестве но у вас нормального котенка не получается и в итоге о ужас а зачем тогда все это нужно было то есть зачем я обучил нейросети делал автокодировщики если у меня котята не получаются сейчас мы разберемся в чем причина ну во-первых банальная причина в следующем чтобы требовать чтобы шумом получился котенок значит сеть должна ну как бы в этом шуме не разбираться нет никакой гарантии вообще как себя будут вести вот эти латерные вектора то есть вот когда мы будем обучать автокодировщик когда нам котенка сожмем до вектора и потом разложим до котенка нет никакой гарантии где вот эти вот жатые вектора будут располагаться в пространстве правильно они могут где-то там скрау располагаться а мы шум отсюда выдаем они могут быть довольно сильно разрежены вот то есть например вот у вас это . один котенок это . другой котенок кто вам сказал что между ними тоже должен получаться котенок нам бы этого хотелось но мы сеть это никак не побуждали сделать то есть компактность пространства она ничем не гарантируется то есть сама процедура обучения автокодировщика вообще не как бы там не было никакого требования в какой-то компактности пространства поэтому нам хочется вот двух пунктов первое это компактность латентного пространства где вот ну буквально любую точку не возьми что-то получится вот как бы ну точнее так это как бы тут компактность плотность но немножко в разном сентября потребил первый термин это то что мы хотим понимать откуда брать эти точки за это да то есть откуда конкретно их брать чтобы что-то получалось разумное а второе это вот некая устойчивость то есть если вот есть котенок и есть другой котенок то между ними тоже котенок который ну как бы наполовину на тот на того похож на половину на другую как этого добиться смотрите в вариационных автокодировщиков ну здесь есть некое упрощение я прям даже взял картинки из этого блога можете посмотреть он кстати неплохой там в плане картинок по крайней мере вот но в них есть некое упрощение я потом покажу почему это упрощение то есть там математика все-таки если придираться чуть-чуть другая но тем не менее общий смысл это передает как бы первое что мы хотим это компактность латентное пространство то есть вот мы хотим чтобы вот у нас прям латентные вектора где-то были сосредоточены они просто разбросаны по пространству ну тогда давайте потребуем чтобы на это ну как бы на вот эти латентные вектора наложим требования чтобы они подчинялись какому-то распределению например были нормально распределены потому что если мы говорим что мы хотим вот сюда здесь генерирует нормальный вектор если получить котенку значит мы должны заставить наш автокодировщик чтобы вот эта штука превращала это все в такой нормальный вектор если такого же распределения поэтому первое требование это вот мы задаемся каким-то распределением таким вот априорным латентным пространством а второе вот это самое плотность латентного пространства семантическо устойчивых шуман что чуть-чуть другой котенок это значит что чуть-чуть другой латентный вектор будет то есть вот мы варьируем котенка и наш вектор латентный варьируется и наоборот давайте сделаем так мы нашего котенка ну на этой картинке цифру это не важно там любой объект мы хотим чтобы наш кодировщик вот эту первую часть автокодировщика и декодировщик да и вот мы хотим чтобы наш кодировщик превращал эту штуку не в отдельную точку а тоже в ну скажем так тоже в некоторое маленькое распределение в том смысле что вот эта тройка это и точка отсюда и точка отсюда и точки отсюда и точка отсюда и точка-только отсюда вот так далее То есть все это было бы этой тройкой примерно. Потому что иначе получится, что тройка справится в какую-то точку, а рядом будет трое точка, которая, не знаю, котенок, а рядом который топорик и так далее. Мы хотим, чтобы наш котенок был размазан по пространству. В хорошем смысле этой фразы. Так, теперь... Ну вот это и будет сделано. То есть мы будем, когда обучать автокодировщикам, во-первых, будем требовать, чтобы Z у нас был допустим, как-то нормально распределим. А второе преобразование, которое мы сделаем, у нас автокодировщик будет немножко не так функционировать. У нас эта штука будет формировать параметры этого небольшого распределения, как у нас размазан котенок. А деколировщик брать конкретную точку этого распределения и восстанавливать этого котенка. То есть у нас будет некий промежутный шаг, поэтому автокодировщик, ну не совсем автокодировщик, здесь вот появляется некий такой дополнительный блок, здесь он даже имеет некую специфику, как мы дальше увидим. Так, ну вот как это сделано, то есть у нас здесь обычный автокодировщик, это просто латентное представление, а вот здесь вот у нас тройка будет в некое распределение переводиться, и мы берем точку на это распределение и будем восстанавливать эту тройку. Смысл будет такой. Теперь давайте вспомним с вами эти модели со скрытыми переменными, то есть у нас, допустим, были авторегрессионные модели, у нас, допустим, уже прождены и пиксели x1, x1 или токены, и вот мы и пиксели, и токены порождаем, соответственно, на основе такой авторегрессионной модели. Теперь давайте вспомним модели со скрытыми переменными, когда у нас есть некая латентная переменная Z, тогда наша плотность получается интегрированием по этой самой латентной переменной. По-хорошему, если это так, то есть если у вас появляется некая латентная переменная, а у вас в классическом аниме, где у вас латентные переменные появлялись? Е. Да, совершенно верно, Е алгоритм. Точнее так, ответ Е алгоритм плохой, потому что он неправильный, потому что Е алгоритм – это метод решения задачек, которые появляются латентной переменной. А вот это ГММ, гауссовская смесь полностей, там как раз формально появляются скрытые переменные, и Е алгоритм их в том числе восстанавливает. Не восстанавливает, но восстанавливает параметры, опосредованно работает с этими самыми скрытыми переменами. Так вот, как раз вспоминаем эту тему. Вот у нас, допустим, есть общая плотность текстов. Если проинтегрируем по этой латентной переменной, мы как раз ее получим. Но напрямую с такой конструкцией сложно работать. Можно этот интеграл, наверное, как-то оценить. То есть, если мы там умеем сэмплировать, например, какие-то точки, то, соответственно, мы можем как-то его попытаться так аппроксимировать. Но, опять же, есть такие проблемы, потому что, во-первых, потребуется довольно много точек ZT. Во-вторых, для большинства, наверное, у нас вот эта плотность будет близко к нулю. Ну, грубо говоря, если мы будем тыкаться в пространство, да, то, скорее всего, если я сейчас придумываю многомерную пространство, какую-то плотность, да, то есть, если вы возьмете случайную точку, скорее всего, возьмете точку, в которой плотность будет близко к нулю, вряд ли вы угадаете, как раз ту, которая лежит вот под моей кривой. Поэтому, что делать? Смотрите. Так, 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 так. Ну, сейчас, прошу, 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 прошу. Ну, в конечном счете мы хотим, мы хотим на Z наложить какое-то, значит, опрепное условие, как мы сказали, да, вот, и потом по нему сгенерировать вот этот самый X, да, то есть, по X плюс условие Z. То есть, X это у нас будет, например, картинка, ну, сейчас будем в терминах картинки, хотя, на самом деле, какая-нибудь понятно, что генеративная модель – это модель для звуков, и так далее, и так далее, и так далее. Вот, то есть, X это, допустим, изображение, Z это скрытое переменное, мы будем Z сэмплировать вот с такой плотностью, вот, а потом получать, ну, здесь немножко неудачно, конечно, изображено, что у них там нула, то есть, параметры у нас везде Z, нула, а потом будем получать, соответственно, Pt от X плюс условие Z. По-хорошему у нас P от X, как мы сказали, это вот такой интеграл, P от Z у нас будет, ну, простым, то есть, мы, например, будем брать нормальное распределение, это понятно, вот, Pt от X плюс условие Z, вообще говоря, сложное, потому что, ну, как бы, эту картинку, да, получить по простому вектору, то есть, это что-то, какой-то сложный вектор, который получает картинку по вектору, и как раз для этого нужен диплёрник, то есть, если нам нужно что-то сложное такое, да, что получает сложный вектор с простого, то пусть это будет нейросикс, да, то есть, как раз пусть, пускай там будет какая-то нейроника, вот, но проблема в том, что, ну, невозможно вычислить формально Pt, P от X плюс условие Z для всех T, то есть, формально это интегрирование здесь невозможно, то есть, мы Pt от X восстановить не сможем. И здесь возникает такое решение, давайте, кроме нашего декодировщика, да, то есть, который нам из Z восстановит X, сделаем еще вероятный кодировщик, да, то есть, это называется probabilistic encounter, который нам из X делает Z, то есть, ну, тут, как бы, первая часть нашей, формальная первая часть нашего автокодировщика, да, вот, и, как мы увидели, это позволит получить как раз оценку на наше правдоподобие. Теперь давайте разбираться, как это поможет. Вот, запишем формально логарифм отходности, да, то есть, ну, в методе правдоподобия мы уже привыкли работать с логарифмами отходности. Давайте формально запишем логарифм Pt от X. Теперь я здесь беру какую-то произвольную, на самом деле, уфи Z от X, да, то есть, неважно, какая она, интеграл от нее все равно не равняется единице, правильно? Поэтому я формально могу записать такой интеграл, интегрирую Pt от Z, вот эту штуку от Z не зависит, поэтому, собственно говоря, здесь тоже, я просто умножил на единичку, эту единичку расписал как интеграл. Теперь, Pt от X я представлю как Pt от X, деленное на условную плотность Z от X. Ну, это тут тоже все честно. Теперь я эту дробь умножую разделю на вот эту саму кушку. И дальше я возьму и разнесу, ну, то есть, по сути дела, я теперь, значит, да, и теперь я разнесу просто это на три слагаемых, в конечном счете, я их тут раскрасил красным, зеленым и, значит, фиолетовым цветом. И давайте на эти слагаемые посмотрим, да, то есть, из этих слагаемых состоит вот этот самый логарифм моей плотности. Итак, что такое красное слагаемое? Красное слагаемое, это, значит, интеграл, ну, логарифм Pt от Z. Вот, ну и, по сути дела, это мат ожидания моего вот этого самого логарифма Pt от Z, да, где Z у меня сэмплируется с этим самым, с помощью Q. Вот, это у нас будет называться реконструкция данных, то есть, эта ошибка будет отвечать за реконструкцию данных. Вот, ну и, на самом деле, она эквивалентна, там, так, забегая вперед, она эквивалентна обычному, вот, то есть, если мы, там, нашего начального котика сравниваем с конечным, да, то есть, эквивалент вообще там обычный, там, допустим, МСЕ ЛОСУ на этих самых пикселях наших котиков. Вторая зеленая компонента – это дивергенция кубка лейблера. Вообще вы знаете, что такое дивергенция кубка лейблера, да? Да. Отлично. Вот, то есть, ну, это просто, даже если вы не знаете, то есть, это какая-то функция, которая сравнивает нам два распределения. И здесь, смотрите, что мы сравниваем. Мы сравниваем распределение кушку с распределением ПТТАЗ. Вот, то есть, ПТТАЗ – это наше некое априорное распределение, которое мы зададимся. То есть, вот так у нас З должны быть распределены, да? А КУФИ – это у нас будет обучаться, да? То есть, у нас, собственно говоря, наш этот самый декодировщик будет обучаться. Соответственно, мы хотим, чтобы вот его распределение западало. Фиолетовая часть самая неприятная, потому что это тоже дивергенция кубка лейблера между вот такими двумя распределениями. Вот, но эту штуку уже невозможно как-то посчитать. Но, к счастью, вот эта дивергенция, она у нас не отрицательная, больше равняется нулю. И если мы просто тупо ее выкинем, то есть, если мы, как бы, от нее избавимся, это значит, что мы… А, кстати, да, вернемся на предыдущий слайдик. То есть, ну, как бы, если мы от нее избавимся, то получается, что мы выкинули что-то, да, то есть, что у нас осталось то, что поменьше. То есть, мы наш логарифм можем оценить снизу, вот, суммы только красных, ну, и зеленых компонентов, там зеленая с минусом идет. Вот, и такая оценка называется L, да, evidence lower bound. Соответственно, если мы ее будем максимизировать, то максимизирует эту нижнюю оценку, тем самым мы подбираем и вот этот вот, этот самый логарифм. Поэтому фиолетовую частью мы просто пожертвовали, потому что, собственно говоря, ну, как бы, убирая ее, мы просто получаем, на самом деле, вот такую оценку. Теперь давайте немножко вспомним про дивергенцию Кульбек и Лейбвера. Ну, первое, что мы вспомним, что эта штука, ну, хотя это нам сейчас не понадобится особо, но, тем не менее, что эта штука не симметричная. То есть, если мы пытаемся минимизировать, например, такую дивергенцию, у нас одно распределение P, это два холмика, а второе, это вот, соответственно, такой холмик, да, вот. То тут оптимальное расположение холмов вот такое, то есть у нас зеленый холм пытается накрыть оба синих. А вот если мы поменяем P местами здесь формально между этими восприятиями, то здесь оптимум будет уже какой-то такой, то есть у нас зеленый холм пытается накрыть вот один из этих самых холмов. Теперь еще важный момент, которым мы воспользуемся, что если у нас два распределения нормальных, то дивергенция Кульбек и Лейбвера выписывается явно. То есть, если у нас два нормальных распределения со средними мю 0 и мю 1 и с матрицами ковариаций сигма 0 и сигма 1, то вот такая есть формула, которая просто описывает, чему она равняется дивергенция Кульбек. То есть мы это не будем выводить, хотя вы можете на досуге сами вывести, или у вас даже будет курс, в котором эту штуку вы увидите. Вот, мы этой формулой просто не тоже даже воспользуемся, а просто воспользуемся тем фактом, что она есть. То есть, когда вы будете программировать, то нужно будет просто ставить вот эти значения, чтобы эта штука вычислялась. Теперь возвращаемся к нашему автокодировщику. То есть у нас здесь будет реализовываться Q, здесь у нас, кстати, будет реализовываться P. Как бы, дальше у нас тут еще будет, ну, как бы, Z будет нормально распределен с, значит, некими параметрами. Теперь давайте посмотрим на эти красные и зеленые слагаемые. Значит, поскольку мы сразу сказали, что P у нас нормальное распределение, да, то есть мы просто задаемся, причем, конкретно. То есть там с вектором средним 0 и, например, иничной матрицей и ковариацией. То есть вот это вот распределение, оно будет у нас конкретным, и мы просто хотим, чтобы так были распределены латентные вектора. Ну, да, и почему мы такое взяли, мы хотим как можно проще, да, то есть мы хотим, чтобы вот шум, из которого котята, получается, был довольно простым. Ну, нормальный вопрос. Тут Z, естественно. Да, должно быть, молодец. Правильно, да, здесь должно быть Z. Это я виноват, потому что между ними, наверное, будем смотреть. Так, да, молодец, тут Z. А Q, мы тоже скажем, что это нормальное распределение. Ну, тут мы немножко сумблюем, в том смысле, что, как бы, сложно получить, то есть из X мы получаем Z, да, то есть сложно получить из X, то есть из картинки полноценной, какое-то нормальное распределение. Поэтому мы сделаем так. Вот у нас картинка X, и сеть просто должна тупо выдать в ректор средних вот такую мюшку и, ну, там, матрицкую вариацию, там, или можно немножко просить, может быть, дисперсии по отдельным компонентам. По-разному можно делать. Короче, вот эти вот параметры – это нормальное распределение. Вот. То есть наш кодировщик будет порождать, ну, как бы, характеристики, потому что, ну, по нему, однозначно, да, распределяется. Вот. Поэтому вот у нас формально будет такой Q, такой PZ, да, вы правы. Вот. Эту дивергенцию мы посчитаем просто по предыдущей формуле вот этой самой, да, то есть, ну, подставим сюда вот эти вот, что у нас будет получиться. Ну, а красная часть, я сказал, что формально она, на самом деле, пропорциональна вот обычному такому L2-лосу. Вот. Поэтому здесь мы просто сравним выход сети с, как бы, на нашем входе. И получится, что наш вариационный автокардировщик будет действовать так. Берем картинку, засовываем в кодировщик, и кодировщик нам выдаст вектор средних и вот матрицей ковариации, допустим, да. Дальше. Мы берем, генерируем точку с таким распределением, то есть, таким вектором среднем и с такой матрицей ковариацией, и эту точку запихиваем в D-кодировщик. Вот, то есть, вот то, что говорил про размазывали котенка, да, то есть, нам кодировщик сказал, что котенок где-то здесь. Вот мы взяли конкретную точку и сказали, ну-ка покажи нам этого котенка. И D-кодировщик должен эту точку пропустить и выдать то, что похоже было на исходное. Вот, и плюс здесь, значит, этот лос, ну, понятный, он в любом автокодировщике такой будет, да, но здесь добавляется к этому лосу еще вот такой лос. То есть, где мы будем требовать, чтобы вот это распределение было довольно похоже на вот такое вот. Вот, то есть, здесь, ну, в чем небольшое отличие от того, что я вначале вам говорил, да. То есть, на самом деле, мы хотим, чтобы этот размазанный котик был похож на общее вот это вот распределение. То есть, в принципе, довольно сильные условия, то есть, мы хотим вот этого, но у нас все равно не получится его сделать в похожем общее распределение, потому что мы хотим из него, из этого ректора, этого котика восстанавливать. Поэтому в совокупности вот эти вот размазанные котики, песики, молоточки и так далее у нас будут похожи вот на это самое распределение, как мы увидели. Так, теперь, то есть, ошибка наша будет, собственно говоря, сумма таких лосов. И вот это можно назвать лосом, а вот это можно даже назвать некой регуляризацией. Потому что, ну, это же ограничение на функционирование нашей сети, правильно? Поэтому, в общем, по сути дела, это можно назвать регуляризацией какой бы календар. Да, там, панел из инвергенции, которая тут используется. Так, вопрос. Хорошо, я придумал такой автокодировщик. Ну, не я его придумал, но он существует, он называется валицом. Вопрос, а как через него градиент пропускать? Вот мы сейчас будем минимизировать эти штуки. Да, вот мне вот это даже просто волнует. Вот, тут какая-то ошибка. Градиент идет, 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 находит до этого z. Но этот z сэмплированный с такими параметрами вот здесь вот. То есть, как сюда градиент будет прыгать? Ну, можно 0 и 1 сэмплировать, прибавить средний и 0 и 0. Ну, типа того. Но это можно найти ответ, да. А кто не знает? Ну, тут уже видно, как раз надо. Вот. Ну, то да. То есть, если знаешь ответ, просто. Не знаю, что сложно. Как раз идея в чем? Идея в процессе, то есть, как бы сложность была в процессе сэмплирования. Вот у меня есть распределение, я из него беру случайную величину, кидаю дальше. Вопрос, как мне теперь градиент надо вернуть. Вот тут применяется трюк, который называется reparameterization trick, то есть, ну, как бы трюк reparameterизации. И, кстати, он еще много где в DL используется, даже иногда в неявном виде. Вот. И заключается в следующем, что мы должны отделить компоненты случайные от компонентов неслучайных. А как? Ну, вот смотрите, вот у вас, допустим, давайте одномерный вариант, чтобы просто. Вот у вас есть случайная величина со средней минулой с дисперсией сигма квадрата, допустим, да? А вот, там, нормальная. А вот у вас там такая случайная величина есть. На практике вы ее как можете получить? Если у вас просто из генераторов случайных чисел со средним 0 и с единичной дисперсией, да? Вы можете взять вот такую случайную величину, умножить ее на сигма, да? И добавить вот этот самый минул, правильно? И в результате получится вот так вот распределенную случайную величину. То есть вам не нужен такой универсальный генератор с такими параметрами, вам достаточно вот такого стандарта, да? Который там, ну, стандартно нормальное распределение. Но заметьте, что если мы так исходную представим в виде такой суммы, то вот эти компоненты у нее будут, ну, как бы, детерминированы, да? То есть это какая-то, какая-то минул сигма. А вся случайность останется вот здесь вот. Так и здесь. Давайте вот, мы сказали, что наша сеть, она порождает вот эту минул сигму, да? Вот если, соответственно, взять случайную часть, да, умножить ее там на эту мадридскую вариацию, в общем случае, да, добавить вот этот вектор средних, то получается, что здесь уже вектор градиент вполне проходит себе вот по этим путям, да, вот по этим терминированным. Вот здесь он, да, он здесь упирается в какую-то случайную величину, ну и все, да, он уперся, загнул, допустим. Ничего страшного. Мы с этим ничего не сделаем, потому что здесь только здесь элемент, то есть тут нечего менять. Ну, а здесь он нормально пройдет через эти компоненты. Вот, вот, собственно говоря, и весь трюк, да, то есть мы, вот, как бы, сделав такое представление, ну, в конечном счете мы z так представляем, да, то есть это вот наше, это самое z. Вот, то есть, как бы, он, этот z получается прямо в вычленном графе, z равняется вот mu плюс sigma умноженное там на какой-то случайный вектор, да, вот, соответственно, получается, что вот через этот вычленный граф вполне себе проходит этот самый градиент. Так, 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 теперь что получится? Ну, вот так, да, это будет выглядеть, это потом мы сеганом будем проходить, на самом деле, вот, и, то есть у нас кодировщик, он будет, например, сверточный-сверточный, потом он будет нам вырождать все этот вектор, да, в этой векторе будет часть, которая отвечает, допустим, за mu, часть, которая за sigma. Вот, ну, и потом из этих частей, опять же, эти мы генируем и передаем там вот в такую, как бы, разверточную часть. Теперь красивая картинка, что будет получаться? Если у нас, если у нас только будет ошибка реконструкции, то есть вот это вот, вот этот loss, только такой loss, а если будет только такой loss, то фактически наш автокодировщик превращается в обычный автокодировщик, да, ну, почти становится ему эквивалентен. То есть, короче, если будет только такая ошибка, то смотрите, какое будет латентное пространство. Да, оно хорошее в том смысле, что точки из разных классов, да, у нас фактически образуют некие такие кластеры, ну, где-то они перемешиваются. Но, видите, вот это вот семерка, а вот это вот единицы. И вот видите, между ними какой-то зазор. Поэтому формально, если я соединю их отрезка и возьму точку отсюда, то не факт, что это будет что-то похожее на семерку или что-то на единичку, да, то что между ними. Это будет какая-то ерунда. То есть пространство вот такое неплотное, да, то есть она у нас вот. И, да, и тут, как бы, опять же, смотрите, да, нет какой-то компактности. То есть вот какой мне шум брать? То есть я сейчас хочу брать случайную точку и у нее что-то породить. То есть я могу просто промазать эту точку, может где-то вот сюда вот попасть. Если ошибка будет только вот эта вот КЛ часть, да, вот эта вот антивергенция, то смотрите, как здорово. У меня, мое облакоточек стало так хих-то хорошее, нормально распределенным. Но проблема в том, что у меня все точки разных классов, классов они не перемешались. А вот теперь, если у меня комбинация тянув ошибок, как говорится на автогонировщике, то получается, что, во-первых, у меня и точки превратились в такое, нормально распределенное, как бы, облачко. Ну, зазорчики кое-где есть все-таки, да. Вот. И, во-вторых, у нас каждая точка, да, она вот, смотрите, вот и, ну, как бы, то есть каждая цифра, точнее, да, вот ее класс, они стали такими, ну, как бы, действительно, кластерами, да, стали такими участками этого пространства. И если я теперь возьму какие-то две точки формально соединенных отрезков, то вот между ними будет пространство, в которых есть точки, да, то есть автокодировщик, в принципе, знает, как устроены здесь объекты. И, действительно, латентные пространства в автокодировщиках очень хорошие. Ну, вот пример. Вот берем две компоненты, начинаем их менять. И вот у нас единичка. Если меняем одну из компонентов, она медленно превращается в восьмерку. Смотрите, проходит через шестерку, как бы, двойку, тройку, восьмерку. Меняем другую компоненту. Другая компонент, и, как несложно видеть, отличается наклон, скорее всего. Потому что, смотрите, один, видите, немножко наклоняется, 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 и потом превращается в семерку. То есть, тут даже есть некий такой вот, или вот здесь вот нольки, например, да, то есть, они вот видно, что эти нольки начинают вот так вот немножко деформироваться. То есть, видите, каждый элемент латентного пространства, куда ни ткни, вот, это все-таки что-то более-менее здравое. Ну, вот тоже всякие картинки из презентации статей, то есть, на лицах обучили в АЕ, и отдельные компоненты, да, оказались интерпретируемыми. То есть, если меняем вот эту координату, то там человек начинает улыбаться и грустить, соответственно. Если такую, то у него голова поворачивается. Мы, как бы, этого не хотели формально, но у нас, видите, отдельные теперь признаки латентного пространства отвечают прямо за, как бы, за такие отдельные особенности. Это случайно получилось. Это случайно получилось, да, это вот, то есть, к сожалению, мы не могли, не могли. То есть, есть методы, которые позволят так заставить латентное пространство быть устроенным, но тогда вам нужна различная выборка, чтобы вы были помечены улыбающиеся, не улыбающиеся и так далее. Есть методы, которые, это вообще отдельная проблема, это называется в машиноучении распутыванием. Вот, дело в том, что может получиться, что у вас есть латентное пространство, но вот вы меняете признак и не понимаете, за что он отвечает. То есть, вот, как бы, один меняете, другой, то есть, ну, как бы, оно хорошее вроде и задачу решает, но вот, ну, как бы, вот нельзя человеку заставить полубаться, да. То есть, тут хорошо, что вы берете фотку, смотрите, какой латентный вектор соответствует, меняете в нем координату, да, опять пропускаете, и у вас этот человек взял и улыбнулся, да. Вот прям такая модификация, получается, таких изображений. Или, там, взяли, провернули у него голову и так далее. Вот, то есть, как бы, есть такие пространства, где вроде бы все нормально, но вот признаки не обладают этим. Это называется запутанными пространствами. Есть, в принципе, техники распутывания. Вот, но все равно это такая тема, которая, мне кажется, еще до конца не, ну, как бы, тут, как бы, отключительной точки не сказано. Теперь, недостатки в АЕ. Ну, на самом деле, есть недостатки такой глобальный, что в методах, например, потоковых, там мы все-таки работали вообще с плотностями напрямую, что называется, да, это просто однозначно было отображение. И, а здесь мы с плотностью работаем через оценку. Поэтому проблема оценивания плотности здесь осталась. То есть, вот вопрос, вы сейчас сгенерировали котенка, насколько он типичен, допустим, да, то есть, как это оценить, например. А потом, результаты генерации все-таки здесь были не очень. В начале, вот в АЕ видно, что такие размытые изображения получаются, кстати, да, вот, даже здесь. Ну, здесь, правда, у нас маленькие выборки, но все равно, вот даже двойки размытые. То есть, в принципе, он довольно сильно размывальный. Вот, и еще проблемы при обучении. Вот там два слагаемых, вот этот вот КЛ слагаемый и вот основной ЛОС, и так получалось, что какая-то слагаемая обычно уходила в ноль, например, да, а другой плохо оптимизировалась. Вот, и поэтому одно из решений, вот я ссылку на статью дал, да, и картинку оттуда взял. Например, одно из решений было добавление меняющихся весов. То есть, например, сначала больше концентрируемся вот на первом ЛОСе, и потом уже коэффициент, как, меняем коэффициент и больше сразотачиваемся на втором, да, то есть переводим на него, на него, на ЛОС. Так, еще из интересных моментов. Ну, в принципе, это такой слайд, он, не то чтобы его сюда можно было, его, в принципе, как-то отдельно нужно было бы здесь сделать. Просто мы сказали, что у нас работает Л2 ЛОС, иногда ЛОС немножко хитрее. Как можно сделать картинки? Можно их сравнить попиксельно, но это довольно, скажем так, немножко не очень хорошее миросводство, потому что она, как бы, такая топорная. А можно сделать следующее. Мы можем картинку пропустить через, ну, какую-нибудь ВКГшечку, например, то есть через сверочные слоя предопущенной сети, и сказать, и вот эту тоже картинку пропущен через ВКГшечку, то есть как бы вот эта вот синяя часть, это розовая. И сказать, что две картинки похожи, иногда и только тогда, когда вот эти промежуточные признаки у них похожи, правильно? Пропущен, то есть вот эти вот сверочные признаки, которые наши сети получают, они тоже должны быть похожи. То есть это не попиксельное сходство, да, это вот сходство на основе вот этих вот самых обстрактных сущностей, которые сети получают. Поэтому здесь возникает вот такой лос, и, кстати, это тоже довольно-таки частый прием, но вот, опять же, как частый. Вот, несколько лет назад вообще им очень часто пользовались, а сейчас уже непонятно, сейчас, как бы, немножко другие архитектуры, немножко другие идеи, поэтому, как бы, еще недавно это был такой базовым трюком. Это вот попикс-лос, который, да? Вроде так называется. Как вы назвали? Доупикс. Не знаю, я не слышал такого. Ну вот, если это оно, то его используют чисто. То есть у него, я даже не знаю, есть ли стандартное название, на самом деле, потому что даже здесь, вот даже он здесь не... А, нет, ну, feature exception loss, например. FPL loss, там, и так далее. То есть, ну, как бы, там названия могут меняться, вот, но общий тенок всегда остается. Так, вот еще несколько картинок. Собственно говоря, как я сказал, то есть изображение можно вот так вот редактировать, менять, действительно. То есть, можно заставить человека улыбаться, можно, вот, можно взять две фотографии, слить отрезком и смотреть, что получается в промежутке между ними, да? То есть, такая вот, вот, женщина средняя между вот этими двумя. Да, вот, пожалуйста. Ну, женщина это странно выглядит, а вот со стульями... То есть, если, там, пришел какой-то заказчик, и, там, сделайте мне стул, который, ну, как-то похож на этот и на этот, да, и, бац, сетка соединила и сделала. Ну, что тут у вас? А вот если вы хотите как-то генерировать какой-то там... Ну, тут для кого-то поиска, да? То есть, надо просто выбрать пол-чет на студии, который... Классет выключает. То есть, если вам поиска пропустить, да? Ну, и уход взять. Получить его дэп? Да. Так. А дальше вы походите, например, с котиком поработать, типа, там, надеть на него очки, как здесь, там, да? Там, доставить его улыбаться, или еще что-то. Тогда вы берете конкретного котика, пропускаете через скандировщик, получаете объекты. Так, а если ты очки выбираете, можно следующий очки выбирать? Вы берете... Чтобы добавить очки, нужно сделать следующее. Значит, несколько вариантов. Первое. Вы берете фотки объектов с очками. Вот. Фотки объектов без очков. Находите их центры. Соединяете вектором. Берете, пропускаете вашего котика. Находите вектор вашего котика. Прибавляете к нему вот этот вектор, который отвечает за надевание очков. Вуаля! И получаете котика с очками, собственно говоря. Вот. А вот промежуточный вариант. Ну, здесь, правда, не котик, а здесь человек, да? Вот он в очках, вот он без очков. Смотрите. Вот промежуточный вариант. И вот как раз, как бы, здесь у него полноценные очки. Здесь их нет. А вот здесь, как бы, начинается такое потемнение глаз, вот и так далее, да? То есть, как сеть медленно снимает очки, она вот превращает этот визуальный эффект. А вот, 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 вот на женщину хорошо. То есть, сначала, смотрите, появляются очертания вокруг глаз. У нас потом появляются очки, но они такие прозрачные, как бы, да? И вот полноценные темные очки, например. Видите? Довольно здорово. Вот здесь улыбается. Вот человек здесь полноценно улыбается, здесь нормальный рацион, и вот тут, как бы, эта улыбка такая вот медленно-медленно как бы превращается в полноценную улыбку. Заметьте, что ничего похожего у нас не было в трегрессионных моделях, например, да? То есть, как бы, там такое сделать нельзя. То есть, взять и заставить почку улыбнуться. А здесь, здесь можно. Так, ну, это вот интересная картинка. Это взяли, это взяли фотки из интернета, взяли их, ну, людей попросили, по-моему, как-то протагировать, насколько я помню. Взяли фотки всякие, blonde hair, там, male и так далее. Это вот какие-то тейки, которые в пользу перестали, да? То есть, кто там изображен. Потом взяли эти фотки, пропустили через автокодировщик, То есть, получили латентные вектора и померили, значит, усреднили вот эти вот вектора для одного тега, да? И померили между ними корреляцию. И у чуда теперь мы можем посмотреть, как коррелируют разные понятия. То есть, вот есть фотографии, про которых люди говорят, что, например, он аттрактив или она, сейчас увидим. И есть, например, фотки, про которых люди говорят, там, мужчина или женщина. И вот мы теперь можем посмотреть, вообще, насколько вот эти понятия, например, привлекательности, там, женственные скорее люди. Вот оказывается, что, видите, оказывается, что люди в в основном женщин. То есть, про фотографии женщин говорят, что они привлекательные. Вот. Или, ну и так далее. То есть, можно посмотреть. А мейкап – это макияж, что ли, да? Ну вот, да. То есть, видите, мэл и макияж, они… Так, теперь, теперь по поводу условных моделей. Ну, как я говорил, то есть, надо теперь все то же самое, только надо подавать информацию, у кого мы там генилируем. Причем, по-хорошему, надо подавать и в кодировщик, не обязательно сюда сейчас про это скажем, и в декодировщик. То есть, декодировщик тоже должен понимать, кого он декодирует. Вот. Более того, по-хорошему, на самом деле, вот, то есть, это просто дополненная информация, мы все равно сообщим в декодировщик. Поэтому он латентное пространство может использовать по своему усмотрению. То есть, грубо говоря, у него вот… Вот эта вот кучка – это и косточки одновременно, и собачки. И вот он берет точку, да, из этой точки мы можем и кошку, и собачку спородить, значит, спородить. Породить. Вот. И они даже будут похожи. То есть, эта косточка будет похожа на собачку. Просто там меняются там мушки, там очертания и так далее. Например, например, давайте вот такую статью. Ну, вот, ДИССИВМ – это… тут они сделали, во-первых… То есть, сама конструкция у них была, у них сама сеть была, вот видите, ну, свершная часть, разверточная, да, как бы. И у них две линии, обе отвечают за генерацию, но одна отвечает, вот эта первая часть, за генерацию фона, а вторая – за генерацию самого объекта. В принципе, это довольно-таки даже, наверное, разумно было, это когда вот с вариационными тренировщиками начали работать, потому что мы видим, что… где мы их делаем сейчас… Мы видим, что, видите, у них некая проблема с фоном, да, то есть, все-таки тут все такое размытое, то есть, вот, лицо нормальное получается, а вот это вот очертание, оно все такое размытое получается, да. Вот, поэтому, как бы, почему нам этот фон, как бы, отдельно ленировать, поэтому, в общем-то, это первая идея, почему мы так сделали. А второй интересный момент, что по-хорошему, если мы генерируем два, ну, как бы, отдельно фона человека и потом пытаемся слепить, то по-хорошему мы могли бы это сделать так, то есть, у нас есть некий такой гейт G, который мы с ним прибавляем, значит, к… ну, к фону объект, да, с коэффициентами G и G, но с практической точки зрения оказалось, что лучше делать так, то есть, значит, background умножать на G и прибавлять F, то есть, вот, немножко по-другому у них делалось. Теперь само Z тоже у них расщепилось на две части, то есть, есть латентные перемены, отличающие за background, да, есть за сам объект. И вот тут как раз атрибут Y, да, то есть, вот эта самоусловность, она подавалась в, как бы, кодировщик вот в самом конце, на самом деле, вот, и подавалась в декодировщик, но декодировщик, который соответствует объекту, да, то есть, что мы кого-то генерируем, мы должны сообщить только сюда, потому что здесь это фон, зачем им узнать собачка или кошечка, да, то есть, при генерации фона. Ну, несколько примеров еще с этим самым десивае, то есть, вот здесь вот у нас, опять же, есть мужчина-женщина, меняется, да, там, улыбается или нет, волосы темные или светлые, голубой или желтый, вот мы там можем птичку зажелтеть, допустим, да, если переместимся по этому пространству. И так далее. Теперь, что было дальше, да, то есть, после того, как, значит, вариационные текодировщики сделали, естественно, в декодировнике всегда делают глубже, 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 насколько это возможно. Вот, то есть, здесь у нас вариационный текодировщик, мы перешли в пространство латентных переменных и потом из нее вернулись, а почему бы нам не перейти в пространство латентных переменных, а потом из нее в пространство латентных переменных, латентных переменных. Ну, и так далее можно сколько угодно раз продолжать. Вы же смотрели фильм этот «Энцепшн», да? Ну, собственно говоря, я вам говорил, что архитектура «Энцепшна» как раз была названа по этому фильму, то есть, собственно говоря, тут очень много параллелей. Оказывается, что если сделать такой глубокий переход, то вот этот самый ELBA, наша оценка, она лучше оптимизируется, ну, и появилась надежда, что как в угловых и сетях у нас на разных уровнях выучиваются, ну, разные такие абстракции представления, что тут будет то же самое. Ну, правда, вот, с моей точки зрения, я не видел какого-то подтверждения таких пунктов. Может быть, сейчас что-то уже есть, я, наверное, не копался прямо в современных статьях, там, не искал такого подтверждения, но меня вот эта вот такая вложенность не убедила, что там какие-то другие абстракции выучиваются. Так, теперь, ну, таком, сейчас не будем глубоко вдаваться, просто на базовом уровне, что здесь творилось. Во-первых, появились автокодировщики, которые назвали letter, это стремянка, если переводить с английского, но потому что они вот так выглядят, может быть, больше уровня, на стремянку похожи. А у нас, получается, по графическому KL для каждого слоя, то есть, вместе? Да, да, для каждого слоя, да, можно сделать. То есть, у нас количество лосок, то есть, количество слога. Да, и тут, в принципе, даже вот тут будет картинка, то есть, вот тут на каждом уровне получается. А, реконструкция тоговая, ну да. Да, да, реконструкция тоговая, да, совершенно. А мы внутри никакого не сможем сделать. У нас не будет этого лоса, соответственно. Вот, то есть, вот это такая простая идея, как бы, говорится, иерархического кодировщика. То есть, просто перейти к Z1, Z2, а потом вернуться, да? Вот, но, понимаете, если так делать, то выяснилось, что эта идея напрямую не работает. Ну, потому что, смотрите, мы переходим к одним переменным латентам, потом к другим, вот, потом пытаемся вернуться. Вопрос, а зачем на второй уровень? То есть, ну, мы же там по-хорошему… То есть, мы можем всему выучиться на первом уровне, да? А вот, когда на второй переходим, просто тупо там, не знаю, все спрессирует, допустим, одну точку или еще куда-то. Ну, то есть, короче, вот, какого вдуманного поведения на втором уровне нам неоткуда-то ждать, на самом деле. Поэтому здесь вот появились какие-то такие архитектурные моменты. Во-первых, связанные с такой вот стремянками. Вот тут, например, такая компонента. То есть, мы переходим из х, значит, в представление, что он в d1, потом в d2. Из них мы порождаем, то есть, вот эти вот… Порождаются вот эти латентные представления. И вот… Причем вот это вот порождение, оно, соответственно, шарится, когда мы будем иметь х. Ну, вот тут формула более подробно расписана, на самом деле, какие-то, как бы… Математика, которая у нас стоит, тут везде нормальное распределение. Причем, опять же, когда обучали эти стремянки, тут еще всякие трюки использовались. То есть, кроме того, что в IE вот этот стремяночный, да, еще использовалось там специальные, значит, нормализации. И этот самый вармап – это, ну, на регулизаторы коэффициент, там, рост нуля до единицы. Ну, я говорил, что это, в общем, там, типичная проблема, что нужно менять эти коэффициенты. И вот если применять все трюки, да, то, соответственно, вот, качество гораздо выше растет, чем если от них избавиться. Ну, и вот как это выглядит. То есть, теперь, если применять все трюки, то у чуда у нас на всех уровнях этой стремянки начинается, ну, хорошее представление. То есть, если просто обычный IE учить, то, смотрите, вот, ну, как бы, у нас вначале вроде нормально получается, то есть у нас там получается какая-то кучка, да, которая разбивается хорошо на кластер. А потом все перемешивается. Вот. Ну, потому что, как бы, а почему оно здесь будет, вот, как бы, учить какую-то хорошую структуру на верхнем уровне, если оно здесь внизу уже все улучшено. Вот. А вот здесь, и чем больше применяем таких добавленных трюков, тем, оказывается, лучше и лучше получается на более сложных уровнях. Ну, получилось как бы так. Так, теперь, 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 давайте еще про биво скажу коротенько. Значит, здесь, здесь основная фишка была в том, чтобы еще и разделить вот эти вот самые латентные переменные на две части. То есть, у нас вот этот первый уровень, а второй – это третий, да. И вот мы переменные первого уровня на две части различаем BU и TD. BU – это bottom-up, TD – это top-down. Сейчас скажу, почему так называется. И когда мы будем генерировать X, все просто. Потом мы сначала генерируем латентную переменную Z, по ней получаем вот эти вот Z2, два варианта, потом Z1, и потом из них X. Тут все понятно. А когда у нас работает, что называется, как катировщик, который создает эти Z, да, то здесь вот у нас немножко по-разному вот эти две части делают. То есть, у нас Z, которые bottom-up, они всегда зависят только от предыдущих уровней, да. То есть, вот Z2 bottom-up зависит только от Z1 bottom-up и от X, да. То есть, Z3 зависит только вот от этих. А top-down, как нетрудно видеть, они зависят, как бы, вот второй top-down, допустим, зависит от X, от этого и от этого. То есть, тут идет еще связь, вот эта вот самая сверху вниз. То есть, здесь красные, здесь синие, точнее, стрелки, которые вот, тут зависимость пуска. То есть, у нас получается немножко более сложная зависимость между вот этими латентными переменами. И не совсем уже корректно говорить, что они делятся по слоям, потому что, видите, тут зависимости проникают вот так через слой, просто проникают вот на разные метки. Вот такие приемы, они, ну, как бы, в итоге выразились от того, что немножко получше стало работать. А вот конкретно в этой статье они даже вот еще баловались с ну, вот с этим самым как раз коэффициентом. То есть, мы выбираем какую-то точку, например, да, и вокруг нее генерируем эти точки латентные, да, и пытаемся что-то породить. Вот если прям совсем вокруг нее, то у нас почти что одно и то же получается. То есть, вот здесь вы видите фотографию практически одного и того же человека. Если начинать породить в более большой окрестности, то мы видим, что здесь вот довольно большое разнообразие. То есть, вот здесь уже, здесь мужчины и женщины, да, то есть, вот прям начали гулять чуть-чуть рядышком, уже получается даже разный пол. Ну, причем они нормально загниливают. То есть, реально видно, что мужчины, реально видно, что женщины. Если еще начать бродить, то смотрите, прям шикарно. Там женщина с рыжими волосами, допустим, да, и там мужчина в очках, там и в шляпе какой-то, вот. И женщина, которая вообще там где-то в углу, там с пола браута стоит. Ну, то есть, как бы вообще прям совсем шикарное разнообразие. То есть, видно, что разные национальности, не знаю, там, да, вот там образцы, вот там, да, да, темная кожа и так далее. А если сделать сигму совсем большой, вот, то, к сожалению, начинается плохо, потому что, ну, тут видны, то есть, вот это вот вряд ли можно решить на человека, начинать, да, то есть, здесь как-то глаз уже выколот, прям видно нехорошо. Здесь вот, ну, физиономия перекошена, здесь вообще она вот там сливается с фоном, как бы, здесь вообще страшно начинается. Вот, ну, и видно, что уже, если глаз один вверх смотрит, другой вправо, вот, и так далее. То есть, тут уже видно вот, что они не совсем реалистичны. Вот, то есть, вот интересно, что в генерации, это, кстати, тоже важно, то есть, в генерации не может быть прям, то есть, туда надо подбирать вот эту самую окрестность, с которой, в общем, в принципе, можно нервировать, потому что, если нервить слишком далеко, то получается так плохо. Кстати, это и в гадах тоже у нас потом будет, то есть, там тоже некий подобный эффект, они есть, тоже, естественно, с ними больше. Так, теперь модель, которая называется VQ-VAE, и там, вторая часть, значит, в чем здесь отличие от стандартного VAE? Здесь довольно-таки интересная идея. Давайте сделаем выход кодировщика дискретным. То есть, мы до сих пор с вами получали вещественное что-то, то есть, да, вот, ну, как бы целое распределение, тут убирали точку. А что, если у нас выход будет дискретный? Это первая идея. И вторая, что здесь еще можно взять, смешать наши авторегрессионные модели. Ну, сейчас покажу, как это можно сделать. Вот, то есть, раз у нас появляется дискретное распределение, ну, как бы, то есть, у нас, например, картинка превращается в последовательных, там, таких дискретных величин. А над дискретными величинами хорошо работает авторегрессия, да, там, текст, допустим, генерировать, да, токен за токеном. Так и здесь, может быть, вот эти величины можно генерировать с помощью авторегрессии. И вот эти, когда они скрестили, получилось довольно-таки неплохо. То есть, как раз вот здесь мы приближаемся совсем к современным сотовым методам. И в первой версии это было так. Вот у нас есть картинка. Мы пропускаем ее через кодировщик. И кодировщик нам формально предсказывает некий вектор. И мы этот вектор должны превратить в некий код. Вот, ну, собственно говоря, вот здесь у нас получается такая сетка метапикселей. Вот мы вместо каждого метапикселя его код в итоге выведем. Как этот код мы породим? У нас есть специальная вот такая вот кодовая книга. То есть, у нас, допустим, есть к кодов. И мы должны просто тупо взять и каждый вектор отсюда этим кодом заменить. Каким образом? Просто найдем самый похожий, естественно. То есть, просто найдем самый похожий и этот номер сюда вставим. Да, 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 да. А потом кодировщик, исходя вот из этих кодов, нам эту штуку установят. На самом деле, я затрудняюсь прям вам, ну, совсем красиво описать, почему эта идея так здорово работает на практике. Вот, я себе это так, ну, внутренне объясняю, как тоже некая револизация. То есть, ну, как бы, то есть, по сути дела, мы нашу, нашу фотографию, ну, как бы, на неком таком языке ее закодировали, да. То есть, просто объясняем, что там изображено. Вот. То есть, мы избавились тут от шума. Ну, с другой стороны, тут можно возразить, то есть, что, а зачем кодировать, да. То есть, ну, как бы, то есть, мы устраняли некий шум, да. Ну, а чему он, собственно говоря, мешал. Вот. Причем, градиент здесь довольно-таки легко проносить, потому что, если здесь у нас возникает некое направление градиента, ну, мы просто переносим его, собственно говоря, на соответствующий вектор. То есть, здесь не такая большая проблема. Так, вот еще конкретные формулы. То есть, ну, как я сказал, мы просто смотрим кодовое слово, которое больше всего похоже на то, что у нас выдает наш кодировщик. И на него, как бы, заменяют, ну, тут яничка, да. Вот ноликость тут похожа. Лос, который оптимизируем, немножко слезноватый. В том смысле, что здесь есть опять обычная слагаемая реконструкция. То, что у нас в конце получится, должно быть похоже на то, что там в начале, да. Да, это понятно. А вот тут два лоса довольно хитрые. То есть, SG – это стоп-градиент. То есть, мы не пропускаем градиент вот сюда, когда будем оптимизировать. Причем, смотрите, здесь мы сделали стоп-градиент в правой части, в левой части, а здесь в правой части. То есть, ну, как бы, у нас, как бы, мы эти две части так разнесли. И эту взяли с коэффициентом beta. То есть, здесь мы требуем, чтобы наш кодировщик выдавал, ну, то есть и здесь, и здесь, по сути дела. Чтобы наш кодировщик выдавал то, что похоже на вот это самое катое слово. Причем, кодовую книжку, вот этот вот, вот этот список ешек, мы будем не совсем градиентно обновлять. Мы ее будем обновлять с помощью EMA, то есть, с помощью экспоненциального изглаживания. То есть, у нас будет, там, что-то такое, будет с неким замедленным, как бы, обновлением. И, опять же, связано это, чтобы не было частной смены кодов. То есть, ну, как бы, вот эта вот система вегетаров должна быть какая-то гораздо более стабильная, чем параметры нейросети. Потому что, все-таки, там, система кодов, это система кодов, да, то есть, мы ее не можем слишком быстро менять при обучении сетки. То есть, сетка на фиксировании, да? Да, да, да. Оно, оно, ну, как бы, на нем все основано. То есть, собственно говоря, мы, мы это кафиксируем, да, и... Да, 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 да. Ну, они вначале сфиксированы шумом, да, и потом, соответственно, меняем, но меняем очень медленно. Я говорю, то есть, с помощью вот этого самого ЕМА. То есть, они у нас не быстро меняются. Так, теперь, 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 ну, тут красивые картинки. Причем, кстати, вот эту статью можете почитать, почитать первую про ВКЕ. Там и картинки они сделали и с Ринформид Лёрнингом. Там человек ходил вот по этому самому, по лабиринту, они там предсказывали следующие кадры и так далее. Давайте, сейчас я сразу про ВКУ и ВАЕ скажу 2, а потом поясню, откуда здесь авторегрессия берется. Так, ну, как не трудно догадаться, как вы думаете, чем отличается ВКУ ВАЕ 2 от ВКУ ВАЕ 1? Правильно, все делает лучше. Вот, только, да, кстати, обратимые на качество, смотрите, как клево, да? А ведь это вариационный автокодировщик. Они еще недавно были размыты и страшны и так далее. Но, правда, здесь смешно с авторегрессией. Поэтому тут, как бы, вот, ну, как бы, прикольно же. Вот. И это, когда это появилось, они стали, в общем-то, они как раз, то есть, появились авторегрессии авторегрессии, потом были сганы, как бы, и все забили на авторегрессии авторегрессии, но потом сделали ВКУ ВАЕ и сказали, что, о, круто, авторегрессии, кажется, не такие уж и плохие. Вот. Так вот, смотрите, значит, в чем тут фишка, ну, давайте не с кода начнем, а с картинки. То есть, вот у нас есть изображение. Давайте его запихнем в, как бы, кодировщик. И вот этот вот дискретный код мы получим на двух уровнях. Вот на таком мелком уровне, да, и на таком более крупном уровне. Вот. И, кстати, по поводу генерации, да, вот, здесь возникает вот этот самый пиксель CNN, сет, который мы прошли. Да, ее тоже можно делать вот на вот этих вот двух разных уровнях. То есть, грубо говоря, можно вот эти вот, сетку кодов, ее можно предсказывать. Правильно? Помните, как у нас пиксельные сети работали, да, они у нас вот предсказывали пиксель за пикселем. Правильно? Они же могут и коды предсказывать, по сути дела. Вот. Поэтому здесь вот работают вот такие вот авторегрессионные предсказы. Мы сначала предскажем на высоком уровне вот эти вот коды, потом спустимся на меньший и предскажем на меньшем, потом сгенерируем картинку. То есть, мы здесь смешали вот эту вот идею авторегрессии с идеей вариационного авторегрессии. Вот. Ну и здесь появилось, появляется несколько корней. Их тут два нарисовано, но в реальности их больше, потому что, ну как больше, их даже не так уж и больше. Вот в картинке, например, в оригинальной статье их три, да, то есть тут вот top, middle и bottom. И вот тут вот оригинальная фотография девочки чумазенькой. Вот. А здесь, соответственно, если мы, вот здесь вот, если мы минируем по всем уровням, здесь, если мы один из уровней убрали, а здесь, если мы только топовым уровнем пользуемся, ну видите, что она такая стала таким. Ну, как бы. Она, собственно говоря, крупно изображается при этом. Чем, в чем вот эти вот VQ-VAE-шки сделали всякие ганы? Они сделали в том, что в Ганнах, мы дальше это увидим, основная проблема это в том, что картинки получаются очень разнообразные. То есть вот, Ганна попросили сгенерировать страуса. Он нагенерил страуса. Вот VQ-VAE попросили сгенерировать страусов. Он нагенерил страуса. Создатели VQ-VAE сказали, что смотрите, насколько у нас лучше страуса. Во-первых, когда нам говорят сгенерировать страуса, мы можем сгенерировать его голову, как бы его туловище смотрящим, несколько страусов, ну и так далее. То есть разные варианты. Здесь тупо всегда один-два страуса на фоне травы. То есть здесь нет просто головы страуса или еще что-то. То есть когда вас просят нарисовать котенка, все делают по-разному. Кто-то нарисует котенка не полностью, просто он такой выглядывает. Кто-то полностью, кто-то котенок вместе с котятами, например, и так далее. То есть здесь гораздо больше разнообразия. Так, ну эти слайды я просто пролистаю. На самом деле еще в АЕшке в раскрашенных изображениях активно применялись. Потом в предсказывании этих самых видеопонокий, как там пиксели будут меняться, то есть там грубо говоря, что будет происходить на кадре. Но это я уже не буду. И еще, я этого потом не буду касаться, но просто это вам на, как бы, что называется, то есть термин этот полезный, да, но просто мы к нему не будем возвращаться. Еще есть такое понятие, как адверсария лаутон-кода. То есть как бы это состязательный автокодировщик. Это в каком-то смысле смесь автокодировщика и ГАНа. У нас дальше будет ГАН. И ГАН здесь будет работать на уровне распределения. У нас там была ошибка, которая отвечает за то, чтобы распределения были похожи. Вот это можно сделать с помощью дивергенции кубка лейбера, а можно сделать с помощью ГАНа. Вот когда это делается с помощью ГАНа, то, собственно говоря, это называется состязательным автокодировщиком. Ну, это вот, чтобы мы знали, что у нас сейчас этот термин, но, как бы, этого достаточно. Итог. В АЕ естественная реализация автокодировщика. То есть мы видим, что реально можно построить нормальный автокодировщик, причем, если его сделать просто тупо, как мы изначально сложили, то он не будет работать в том смысле, что у него будет плохое латентное пространство, и в нем ничего нельзя сделать. А здесь мы видим, что векторно-арихметика в латентной пространстве возможно, то есть можно очки натягивать, можно улыбаться и так далее. Дальше. Есть специальные латентные пространства функций ошибок. Чуть дальше мы сравним это с другими реализациями, то есть посмотрим, что лучше в среднем ГАНа или ВАЕ и так далее. Есть вот такой туториум по ВАЕшкам. В принципе, кому интересно, можете его почитать. Так, ну, на этом про ВАЕшки все. Есть ли вопросы? Есть ли вопросы? О, не скажу, не скажу. Я никогда не пробовал для таких задач применять, честно говоря. Надо вообще погуглить... Хороший вопрос. Ну, для задачи типа детектирования аномалий, например, да, то есть где тоже автокодировщики применяются, будет ли там тоже ВАЕ лучше, чем там обычный автокодировщик. Вот. Не знаю, надо посмотреть. Я так сходу не скажу. Тут есть некая тонкость, которая заключается в том, что... Ну, скажем так, вот где вы аномалии хотите детектировать, да, то есть если это... Ну, да, то есть если это сигнал, то есть это какие-то сети типа, допустим, рекуррентных и так далее, да, то есть там, которые заточены для них. А мы же обычно по... Когда мы детектируем аномалию с помощью аномалии, мы смотрим на лосс-реконструкцию, а тут мы сэмплируем, кажется, уже не какую-то хорошую реконструкцию. Ну, да, да, да. То есть вот тут такие моменты с одной стороны начинаются, с другой стороны еще, опять же, когда вы детектируете какие-то аномалии, аномалии в чем может быть, заключаться, да, то есть вот у вас там, например, кошечка, да, и вот у него, я не знаю, там, хвост, как у собаки, допустим. И вот это вот, это аномалия. А в АЕ вы как раз компактное латентное пространство делаете, там автоматически получается кошки схвататься с вами, как у собачки, потому что там все должно плавно друг к другу перетекать. Вот, поэтому вы там за другой немножко начинаете бороться. Вот, поэтому напрямую вот тут можно применить такое возражение, что вот у него в самой конструкции уже встроено, что он пытается, он так как бы, он все сделать не аномально. С другой стороны, возможно, вот мы видели, да, то есть когда мы начинаем генерацию там с большим сигма, да, мы видим, что там как раз вот плохие изображения, они вылезают на концах вот этого нашего достопределения. Вот, поэтому с другой стороны, вот какие-то такие аномалии он ловит. То есть это вот, мне кажется, очень условно. Я не слышал, что кто-то прямо в вариационную автокредировщику впервые что-то проимел, но это тут надо смотреть, читать. Мне кажется, это просто вот это вот. Простите, вы говорили, что там в спейс-меде подход используется, что когда в два слоя в плоси, вес меняется в зависимости от них. Ну, не в зависимости от них, а его при обучении меняет. Да, да, при обучении меняет. Это подход только для ВЕ или для другого? Много для чего так часто используют. То есть как раз, когда возникают проблемы, то есть вы что-то учите, у вас там много слагаемых, и вы замечаете, что у вас что-то одно оптимизируется, а второе почему-то не оптимизируется, ну вот это типичный прием. А давайте сначала на это не смотреть. Что хорошо оптимизируется, давайте сначала и не будем на это смотреть, а потом вот уже потихонечку вырубнят. То есть те, которые указали, там в общем случае все прекрасно. То есть это довольно частный такой прием. Так, ну тогда сейчас отдыхаем, и потом после этого начинаем ганать. Спасибо. 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 Спасибо.